Ульяновск впервые посетил председатель правительства России Михаил Мишустин. Визит выдался коротким, но очень насыщенным. В программе посещения четыре точки. Премьер-министра сопровождали полпредпрезидента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, депутат Государственной думы Владислав Третьяк и глава области Алексей Русских. Началось посещение региона с авиастара. На крупнейшем авиационном предприятии обсудили вопросы нехватки кадров в отрасли. Михаил Мишустин поручил разработать программу обучения специалистов для авиационной промышленности. Выполнением поручений должны заняться Объединенные авиастроительные корпорации и Министерство науки и высшего образования РФ. В России есть замечательные традиции, замечательные заведения. В Ульяновске учены. И, собственно говоря, и средних, и специализированных. Следующей точкой стало предприятие «Аэрокомпозит Ульяновск». Завод занимается изготовлением полного цикла композитных крыльев для самолета МС-21. Сейчас этот цех рассчитан по текущему оборудованию на сборку до 12 самолетов комплектов. Потом путем увеличения количества сборочных стапелей будет собирать до 72 самолетов комплектов в год. Значит, мы планируем в течение пяти лет выйти на эти показатели. Председатель Кабинета Министров подробно осмотрел весь процесс уникального производства. Михаил Мишустин поблагодарил работников за своение сложной технологии в кратчайшие сроки. Новые материалы, подчеркнул премьер, дадут совершенно новые подходы к изготовлению самолетов. Очень важно, что практически все отечественное, то самое импортное совмещение, о котором мы часто говорим, это вот сегодня здесь, это как раз результат работы наших ученых, промышленников. Бесшутку во время серьезных разговоров не обошлось. Предлагают делать из него клюшки. Мне кажется, это надо... Клюшки в Казани уже делают. Он может, он, кстати, болезнь. Клюшку назвать у нас 21. Да, он болезнь, конечно. Интересный. Казань. Казань. Организуйте производство медицинского. Затем глава правительства переместился на правый берег Волги. От вопросов промышленности перешли к медицине. Премьер посетил областную детскую клиническую больницу, где обсудили вопрос модернизации медицинского учреждения. Больница нуждается в дополнительном финансировании. В частности, очень остро стоит проблема организации приемного отделения. Необходимо по современным санитарным правилам, необходимо именно организация нового приемного отделения, в котором будет разделение потоков планов и экстренных пациентов. Кроме того, необходимо дооснащение при поддержке федерального бюджета нейрохирургической операционной и медицинским оборудованием на сумму свыше 67 миллионов рублей. Глава правительства поздравил врачей с прошедшим Международным Днем Защиты Детей, который празднуется 1 июня. И поблагодарил за ту работу, которую медики выполняют. Конечно, грустно смотреть на приемные отделения, система старая, а врачи замечательные. Лапции добрые, и пациент у вас маленький. Финальной точкой визита стала городская поликлиника номер 1. Премьер-министр поддержал проект региона, направленный на улучшение системы здравоохранения. Медицинские учреждения будут обновляться. Большое вам спасибо, что сегодня решение, которое вы приняли в отношении поддержки системы здравоохранения и по детской больнице, и по поликлинике номер 1 в части ремонта и оснащения, это очень важный, это укрепит реальной технической базы региона. На встрече с премьером Алексей Русских поднял еще ряд вопросов. Глава области попросил поддержки в решении дорожных проблем, борьбы с оплазнями и развитии системы образования. В частности, строительство корпуса начальной школы в губернаторском лицее номер 100. Михаил Мишусин обещал оказать содействие.